На счет три стреляй Раз Два Три Слушай, тут такая тема, листочек, на нем число 9000, что же это может значить? Это вторая часть нашего кода, забирай и пошли скорее, скоро выбрось После мощного выброса, датчики стали фиксировать резкий скачок аномальной активности Опытные сталкеры тут же отправились их искать Зелень только болванки собирает А я, пожалуй, пойду за самыми ценными Говорят, ученые за них много дают Говорят, ученые за них много дают Редкий и дорогой артефакт, представляющий из себя ребристое блестящее образование шестью пластинами слоями в центре Имеет темно-синее свечение и испускает маленькие молнии, а в центре видны электрические разряды Артефакт способен увеличить мышечный тонус носителя, за что и получил свое название батарейка Но осторожней, сталкер При долгом использовании он способен истощить весь твой организм Находил такой ближе к центру зоны в электрических аномалиях Обнаруживается детекторами медведь, велес и сварок А ведь как же все-таки не хватает в зоне любви Хоть и маленькой Редкий артефакт, образующийся в аномалии карусель Представляет собой желтовато-красное блестящее образование Из прессованных и причудливо изогнутых полемизированных остатков растений, почвы и костей Неизвестным пока образом увеличивает общую скорость восстановления организма После травмы любой природы, не ускоряя накопление токсинов Говорят, что артефакт является местом для души сталкера И чем чище была его душа, тем красивее найденный артефакт И это на самом деле так Искал я его вместе с напарником Когда тот поднял душу, то артефакт тут же обесцветился А когда точно такой же нашел я, взял в руки и он засиял Мой напарник погиб на следующий день Собаки сгусали Шагов в 10 ему до лагеря не хватило У других сталкеров существует поверье, что в этом артефакте заключены души погибших в аномалии людей Найти его, как и батарейку, можно на северных территориях В электрических аномалиях детектором Медведь, Велес и Сварог Легендарный артефакт Потому что его мало кто вообще видел Своим внешним видом больше похож на печень или голову рыбы Красивое образование зеркальной поверхностью Своё название он получил скорее из-за трудностей в нахождении, чем из-за внешнего вида Образуется под воздействием сильных гравитационных полей И если вы его нашли, то он значительно облегчит вам жизнь Ведь он воздействует на позвоночник, тем самым принимая большую часть нагрузки со спины на себя Торговец за него дал неплохую такую сумму Когда будешь за ним ползти, будь осторожен Обнаруживается любым детектором, кроме самодельного и отклика Аномальные образования по форме напоминающие бусы Имеющие красно-коричневый цвет и жёлто-оранжевое свечение Довольно редкий и дорогой предмет Встречается в аномалиях жарко Много в этом артефакте остаётся загадкой Впрочем, точно установлено, что излучение, возникающее при пульсации маминых бус Заставляет крольф в открытых ранах очень быстро сворачиваться Ходит легенда, что в зоне когда-то была аномалия Машина времени называлась Так вот в её центре обычно находились мамины бусы При изъятии которых аномалия прекращала своё существование Обнаруживается такими же детекторами, как и артефакт душа За одну ходку две ночные звезды достал Издавна считалось, что если нашёл ночную звезду, значит ходка удалась Внешне напоминающий чем-то колобок жёлтого цвета с ярким свечением Этот замечательный артефакт формируется аномалией трамплин Способен создавать вокруг себя гравитационное поле Которое снижает воздействие силы притяжения Широко применяется сталкерами для распределения нагрузки между спиной и артефактом Тоже одна легенда ходила Что у какого-то кровососа был этот артефакт всегда с собой Это был необычный кровосос Забыл как его звали Ночной царь вроде Только этого кровососа никто не видел Значит, это просто байки Обнаруживается такими же детекторами, как и прошлые артефакты Один из редчайших артефактов зоны Если ты его нашёл, то ты настоящий везунчик По своему внешнему виду похож на огненный шар Но обладает намного более ярким свечением Один мой знакомый запихал его в керосиновую лампу А тот лежит и освещает стол А зимой от него тепло Образуется в зонах повышенной термальной активности Характерен сильным инфракрасным излучением Под воздействием которого ускоряется процесс сворачивания крови В открытых ранах носителя Раны заживают буквально на глазах А ведь не одну жизнь он спас Ввиду большой редкости Стоимость данного артефакта крайне высока Обнаружить можно детектором Медведь, Велес и Сварог Артефакт зелёного цвета Образующийся рядом с химическими аномалиями Выделяет газообразное вещество Способное нейтрализовать радиоактивные частицы в теле человека Представляет из себя несколько соединённых полых образований органической природы Внутри которых находится неизвестное вещество Светло-изомрудного цвета Сильно похож на золотую рыбку Очень редкий и ценный Такой грех не носить близ ЧАЭС Можно обнаружить с помощью детектора Велеса и Сварога Очень редкий и безумно красивый артефакт Образуется в электрических аномалиях Сферическое образование Представляющее себя ядро Окружённое множеством длинных голубых иголок Имеет тёмно-синее свечение И спускает маленькие молнии Своим внешним видом он и заслужил своё название Зимой такое трудно разглядеть на земле Внешне напоминает колобок Благодаря своим качествам способен резко увеличивать мышечный тонус носителя Отчего можно бегать и практически не выдыхаться Выскакивает при использовании детектора Велеса и Сварога Внешне напоминает колобок Легендарный и загадочный артефакт неизвестного происхождения О существовании которого знают лишь немногие А ещё меньше тех, кто его находил Выглядит как мячик чёрного цвета с трещинами по всей поверхности Имеющие голубое свечение Из артефакта постоянно выдвигаются призмы Напоминающие раскалённый до белого цвета металл Где его найти, неизвестно Но один раз, когда я гулял по Припяти Заприметил на крыше стадиона Авангард ящичек А в нём лежал тот самый компас Пузырь, пустышка и непонятная записка Говорят, что он может показать выход из пространственной аномалии Ну а как его использовать, знает лишь лесник И если ты его каким-то образом нашёл То ты самый везучий человек в зоне Поднять его можно только благодаря детектору сварок Братишка, мы убили не того человека Как это? Это был подставной Он оделся точно так же, как и наша цель Он нас вокруг пальца обвёл А где же тот, который нам нужен? Боюсь, что он всё-таки вот-вот доберётся до генераторов Нам всем грозит большая опасность И что же теперь делать? Надо сваливать К чёртовой матери сваливать отсюда Пока нас тут с тобой не накрыло Ты хочешь вернуться на большую землю? Да плевал я на эти деньги Я хочу жить, понимаешь? Понимаю Тогда не будете медлить Так-так Теперь-то у меня получится это сделать Что? Выброс? Большое спасибо, друзья На моём канале уже чуть больше 10 тысяч подписчиков Спасибо большое каждому, что следите за моим творчеством Я всем вам безумно благодарен Не забудьте поддержать ещё одно видео по этой замечательной модификации своим лайком и подпиской на канал Большое спасибо спонсорам за внушительный вклад в развитие канала И спасибо агенту за идею и помощь со сбором информации Ладно, мне лишь осталось пересечь блокпост И вот я на большой земле Может, когда-нибудь я ещё вернусь в эту чернобыльскую аномальную зону Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!